Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Второй том. Вопрос 839. «Все-таки, как быстро человек должен бежать, чтобы спастись?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Вторая книга, Маковейская, 4 глава, 14 стих. «Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику, и презеря храм, и не ради о жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх по лестер по призыву бросаемого диска». Очевидно, речь идет о соревнованиях на стадионе в конкретном данном месте. «То есть перед желающими получить награду, добиться победы, находятся все его участники. Мысленно переноси это на всех живущих с тобой, и уподобляйся Антонию Великому и Макарию Александрийскому». «Смотри, жития 17-19 января». Где бы что они не слышали о подвижниках-аскетах, они тут же отправлялись в командировку принимать опыт и добивались того, что превосходили всех по всем видам спорта. «Это был и единственным многоборцем, в кавычках, олимпийским чемпионом. Приглядись к живущим рядом с тобой, к тем, о ком слышал, читал и добись лучших результатов. Как быстро должен бежать?» – спрашиваете. Апостол Павел говорит 1 Коринфянам 9 глава 26-27 стихи. «И потому я бегу не так, как, наверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, добро поведаю другим, самому не остаться недостойным. Но если продолжаете бежать, держать себе обиду, адскую ревность, с таким грузом, как с мельничным жертвовом, можно не бежать, а только тонуть». Послание Якова 3 глава 14-16 стихи. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». У христиан слово «хочу» должно исчезнуть в день покаяния, но девиз должен быть «Я должен и я смогу со Христом». Продолжение следует...